Здравствуйте! В эфире в центре внимания в студии Евгения Монакова. Уникальные операции на сердечно-сосудистой системе и вакантные места для пациентов. Вот об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем главным врачом клиники кардиохирургии Амурской медакадемии Минздрава России Александром Коротких. Здравствуйте, Александр Владимирович! Здравствуйте! Ну периодически встречаемся с вашими специалистами, каждый раз радуемся тому, что постоянно работаете над улучшением качества и спектра предоставляемых услуг. Вот за последний год сильно ли прирослись и специалистами, и технологиями, и, может быть, оборудованием? Спасибо за вопрос. В последние годы, да, действительно, ввиду наличия в клинике кардиохирургии и Минздрава Центра медицинской академии кафедры сердечно-сосудистой хирургии, курсов по рентгенхирургии, мы для себя готовим специалистов, предварительно резервируя под них места. В течение последних трех лет у нас очень сильно обновился парк оборудования. Это и современные аппараты УЗИ, и современные аппараты для искусственной вентиляции легких, и новые оборудования для лечения как кардиальной патологии, так и патологии периферических сердечно-сосудистых систем. Для венозной патологии то же самое, появилось новое оборудование у нас. Ну и по количеству операций. Ввиду пандемийного 2020 года, ввиду того, что в прошлом году у нас было ЧП, немножко обороты подснизились, однако мы прошлый год закрыли все объемы, как казалось бы, что это было невозможно для многих. И в этом году показали очень большие темпы, и в конце года Министерство здравоохранения Российской Федерации выделило нам, благодаря нашей очень успешной работе, дополнительные объемы в очень большом количестве. Ничего себе! То есть пожар, который был, и вот эти совершенно героические действия всех специалистов, которые работали в этот момент, они в итоге привели к каким-то определенным плюсам. Да, что, кстати, со зданием? Там уже все в порядке? Ну, здание это будет учебным у нас в будущем, как уже говорили, по поводу дальнейшего развития клиники кардиохирургии в плане строительства. У нас одобрены заместители министра здравоохранения социального развития и медико-техническое задание. Мы планируем дальнейшие шаги по строительству клиники. Ну и да, получилось, что такой героический поступок о городе Благовещенске, наши клиники больше узнали, начали обращать на него внимание, увидели, что мы не просто учреждение, которое лечит больных, мы участвуем в клинических оппорациях, протоколах, единственное, на Дальнем Востоке. Наверное, все это повлияло на то, что нас заметили в конце года и сказали, что, ну, ребята работают хорошо, давайте вот населению морской области еще больше поможем в этом году. Действительно, в клинике исключительно пациенты из Амурской области или же не только? Нет, помощь в клинике кардиохирургии получают как жители Амурской области, так и жители Дальневосточного федерального округа. Иногда приезжают пациенты из Сибири, потому что иногда идут на клинику, что знают, иногда идут к конкретному врачу. Удивительно, хотя в Сибири тоже огромное количество центров, да? Ну, наши специалисты, они обучались на центральных базах в клинике Мишалкина, в клинике Алмазова. Возможно, там их кто-то знает, поэтому едут к ним. В частности, я работал более пяти лет в Уральском федеральном округе. То есть, как бы, у нас специалисты подобраны очень хорошо. Что касается операций, они проводятся для жителей Амурской области либо для приезжих как? На бесплатной основе, либо на платной? Все операции, которые проводятся в нашей клинике, согласно выделенных объемов, все проводятся бесплатно для любых жителей, потому что мы федеральное учреждение. Но в этом году действительно мы не раз слышали о том, что вы применяете совершенно уникальные методики в своей работе. Вот поделитесь, что это за методики, с чем приходится работать и каких результатов добиваться? Ну, одна из таких методик – это при нарушении ритма сердца, в частности, при революции предсердий. Подчеркну, что этой патологией страдают как пожилые граждане, так и граждане трудоспособного возраста. И иногда возникают такие ситуации, что пациент не может пить кроверазжижающие препараты, пациенту возникает кровотечение. Или иногда такая ситуация бывает, что у него нет финансового просто каких-то средств их покупать. Потому что они очень дорогие сейчас. Да. И придумали такую методику, как имплантация оклют дровушка левого предсердия. И на территории Дальнего Востока всего две клиники это делают. И, как ни странно, это не центральные города, это город Благовещенск и город Магадан. Удивительно, правда. Да. И вот мы каждый год по две таких методики делаем. Это очень дорогая методика. Пациенты проходят на жесткий отбор. На следующий год планируем количество таких пациентов увеличивать. Кроме того, из современных методик у нас есть методика антрисудистой визуализации сосудов у пациентов с шимической болезнью сердца. Я просто думаю, такую патологию знают все. Ну да. И иногда нужно понять, какой стенд поставить. По размеру, по длине. А правильно ли он имплантирован. Может быть, нужно что-то еще доделать. И вот эти все современные методики позволяют нам подсказать наиболее оптимально конкретно для этого пациента. То есть это персонализированный подход, который я очень люблю в медицине. Вы, кстати, в этом году проводили операции по видеосвязи. Да? Как-то совместно с коллегами. Вот расскажите вообще, насколько это сложнее делать и для чего это вообще необходимо. Это современный тренд. В течение 10-15 лет во всем мире это применяется. Для Благовещенска первая такая операция была в войне этого года. Мы транслировали ее из Благовещенской конференции. Эта операция была в Питере и транслировалась на нашу страну еще один стран. Когда были куликовские чтения, тренда я отходить не стал. И три операции, одну проводил доктор из Москвы, другую из Питера, третью проводил я. Мы транслировали также на всю страну еще 9 стран нашего дальнего и ближнего зарубежья. Мы находились здесь, да? Да, мы находились здесь в операционной. И самое главное, что это очень сложно. То есть нужно понимать, что идет большая трудозатрата энергии на подготовку этого всего. То есть нужно отборудование привезти. Вот как у вас здесь в съемочной комнате оборудование. А это все нужно подсоединить к оборудованию, чтобы это транслировалось с экранов в хорошем качестве онлайн. Кроме этого, это большая ответственность для хирурга. Потому что у него мало того, что здоровье и жизнь пациента, так он еще должен рассказать, как это сделать. А самое главное, зачем это делается? Это делается с обучающей точки зрения. То есть чтобы видели, что принятие решения, оно очень важно. И во время онлайн-трансляции, если что-то возникает интересное, мы спрашиваем у зрителей, спрашиваем модераторов, а как бы вы поступили в этой ситуации? И коллегиально принимаем решение. Но не нужно забывать, что всегда последнее решение остается за оператором. Он может иногда быть категорически не согласен с мнением коллег делать, потому что это его пациент. И такое бывает, да? Такое бывает. Делать, как он хочет. И потом показать свой результат. Такое тоже бывает. Но чаще всего, конечно, коллегиально. Ничего себе. Вы, кстати, в сентябре на кульковских чтениях как раз анонсировали проведение какой-то уникальной операции. Можете сказать, что это за операция? Операция не уникальная, а уникальный будет стенд. Ну, раз, слово стенд знакомо всем. Некоторые называют ее, в кавычках, пружинкой, которая имплантируется в сосуды сердца, в сосуды ног, вен, кстати. Так вот, современные тренды направлены на то, чтобы эти стенды стали рассадствующимися. И было уже разработано много различных таких стендов. Один, к сожалению, немножко провалился в своей подаче для потребителя. И вот фирма Биатроник провела очень большое исследование, выпустила стенд Магмарис. И в мире его активно имплантируют. В России его еще ни одна клиника не ставила. Я очень надеюсь, что мы успеем поставить их первыми. Операция будет либо в ноябре, либо в декабре. И она будет бесплатная. Вот, кстати, про бесплатность всего вот этого. То есть такие уникальные операции пациенты получают абсолютно бесплатно. И вот я знаю, что выделяется определенное количество мест, да, определенное количество средств, которые до вас доводят. Вот есть возможность, например, у пациентов, которые сейчас только об этом узнали, еще попасть и до конца года прооперироваться. Есть ли достаточно средств на это? Значит, в первую очередь, чтобы прооперироваться, нужно провести диагностику. Если мы говорим про ишемическую болезнь сердца, у нас выделено очень большое количество объемов, порядка 700 до конца года. Любой совершенно человек, у которого есть ишемическая болезнь сердца, есть показания коронарографии, может обратиться к нам в клинику, на регистратуру с 8 до 10, либо подойти с анализами, с обследованием, что есть. Пригласит от кардиолога, он посмотрит. Либо позвонить и записаться к нам к кардиохирургу, либо к кардиологу. То есть, вполне у нас отзывчивая регистратура, все расскажет, как сделать. А если уже потом будут показания к стентированию, тогда, конечно, или в конце этого года, в рамках имеющихся объемов, мы поставим стенды, либо на следующий год. То есть, тут еще нужно учитывать, что у нас год заканчивается. Ну, то есть, сердечно-сосудистыми заболеваниями к вам можно попадать действительно на бесплатные операции совершенно спокойно. Да, и это все стало возможным еще благодаря тому, что в этом году мы лицензировали при поддержке нашего ректора Телан Диммера дополнительные объемы, дневной стационар в рамках серешудистой патологии, рентгендоваскулярного лечения и кардиологии. То есть, пациент может у нас находиться, провести коронарографию, через 2 часа пойти домой, приходить, получать только лечение. Да, есть такая группа пациентов. На Дальнем Востоке всего 2 клиники так лицензированы. Первая – это Хабаровск, сделали федеральный центр позапрошлом году. Вторая – это мы так сделали. Вот это да. Я, честно, впечатлена. И мы, к сожалению, уже не успеваем рассказать еще про то, что у вас в следующем году будет. Но я просто беру с вас клятвенное обещание, приходите к нам, рассказывайте, потому что я уверена, что пациентам эта информация очень пригодится. Спасибо. Спасибо большое. Будьте здоровы. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня с гостях был главный врач клиники кардиохирургии Амурской медицинской академии Минздрава России Александр Коротких. Вы смотрели «В центре внимания». До скорой встречи. Амурской медицинской академии Минздрава России